Так, добрый день всем. Благодарю организаторов за возможность представить результаты нашей работы. Меня зовут Вилли Мати Партенен. Я проект менеджер, или менеджер проекта в проекте Nord Screen финского онкорегистра. И также я аспирант и пишу свою диссертацию. Тема моей сегодняшнего сообщения – это Nord Screen, это интерактивная веб-платформа для международного сравнения программ скрининга Рака Шеки Матки. И несколько слов, что такое программа Nord Screen. Это пилотная модель для межстранового сравнения программ онкоскрининга. И на данный момент мы занимаемся скринингом по РШМ. Эта программа работает на основании, скажем так, актуальных данных онкорегистров из северной страны Эстонии. Эта программа является государственной доступной для широкой публики. Это интерактивное веб-приложение, которое позволяет нам получить данные по онкоскринингу и, соответственно, индикаторные данные. Она основана на стандартизированных индикаторах, которые позволяют мониторировать ее результативность, например, на европейских рекомендациях по обеспечению качества скрининговых программ. И, в частности, в них определяется масса индикаторов, которые мы используем в нашей программе. Имеется три основных плюса нашего подхода, которые я хотел бы подчеркнуть. Первый. Данные, которые мы получаем, являются гармонизированными таким образом, а то есть, другими словами, не сравнимы в разных условиях, в разных странах. И вместо использования различающихся определений, многие страны сообщают об используемых индикаторах, но они применяют различные возрастные диапазоны для женщин, используют различные критерии касательно того, какие тесты включаются и так далее, и так далее. Соответственно, то, что мы сделали, мы гармонизировали структуру данных для того, чтобы делать, ну, скажем так, надежное сравнение. Мы используем, мы анализируем долгосрочные тренды вместо только, скажем так, сравнения срезовых данных. То есть сравнение данных между странами является срезовыми, то есть они предоставляют некий снимок, некий снапшот определенных данных и также данные, скажем так, о каких-то долгосрочных наблюдениях. Мы в основном работаем над долгосрочными трендами. Следующее преимущество заключается в том, что наше программное обеспечение является интерактивным, которое позволяет пользователям фильтровать данные, которые, соответственно, в соответствии с их потребностями. Например, они могут поставить данные за определенный год или для определенной возрастной группы и так далее. Итак, каким образом работает этот проект? Вначале в рамках проектной команды мы указываем, каков должен быть формат скринговых данных. Далее мы определяем R-скрипт, статистический язык, который позволяет агрегировать получаемые результаты. Далее мы их трансформируем в определенный формат и в соответствующих локальных центрах. Мы запускаем R-скрипт, который собирает эти данные. Нам не нужно использовать данные по отдельным случаям, по отдельным пациентам. Этим занимаются центры в странах, с которыми мы сотрудничаем. Далее они отправляют в эти собранные данные к команде проекта и далее эти данные загружаются в онлайн-приложение, которое я вам покажу далее. Сегодня мы используем программу освещения Microsoft Power BI как текущий статус проекта. Мы представляли, собственно, таблицы онкосклинга по каждой из северных стран. И мы показываем, как выглядит скриптокровод скринга. Далее также туда включаются статистические данные по бремени раков в каждой стране. И также у нас есть онкосклинговые данные до 2018 года по всем странам, кроме Дании. И мы ожидаем получения этой информации все еще. Текущие индикаторы, которые имеются на нашем веб-сайте для скринга по ракушеке матки. Соответственно, у нас есть индикаторы, которые указывают на охват тестированием. И далее мы указываем, данные, которые указывают на интенсивность тестирования, которые показывают, насколько интенсивно идет тестирование. Например, есть женщины, в которых, возможно, мы провели слишком много тестов за определенный период времени. И также, собственно, индикаторы, касающиеся непосредственно результатов тестирования. И эти индикаторы можно сгруппировать по таким признакам, как страна, возрастная группа. Соответственно, мы включаем население по пятилетним периодам. И мы включаем женщин от 16 до 90 лет. Также можно сгруппировать по возрасту, по календарному году, практически до 18-го года. Далее мы можем сгруппировать их по интервалу охвата скринга. То есть за текущий год, сколько было тестов проведенного и за конкретный год. Либо мы можем посмотреть на определенный период в прошлое, чтобы понять, сколько женщин было протестировано за последние 10,5 лет. И далее мы также включаем, мы можем сгруппировать и данные по методу тестирования. Соответственно, это может быть либо ВПЧ-тест, либо цитология. И сейчас с северной стороны все больше и больше используют ВПЧ-тесты. И, соответственно, очень важно различать это с помощью наших индикаторов. Также мы опубликовали первую работу по своей работе в журнале Act Oncologica, который описывает в больших деталях то, как мы рассчитывали наши индикаторы. Теперь я хотел вам показать такую небольшую демо-версию нашего веб-сайта. Это основная страница, лейнинговая страница. И здесь вы видите, например, посмотреть на индикаторы. Во-первых, это охват тестированием. Сейчас загружается. Программа, извините, не очень хорошо, наверное, все видно. Слишком маленький шрифт. Видите, охват тестированием по годам за период с 2000 по 2018 год. И мы берем охват за 5,5 лет. То есть сколько женщин прошли тестирование за последние 5,5 лет. Максимально... Это максимально рекомендованный интервал для рутинного, стандартного тестирования. И мы берем возрастную группу от 30 до 64 лет. Далее мы видим, что в Финляндии... Здесь дают минимальные цифры, порядка 70%. И если посмотреть на данные из Эстонии, это данная национальная система страхования. И это такое оппортунистическое тестирование. Далее Швеция. Швеция здесь дает нам максимальные цифры с охватом практически 85% в этом возрастном диапазоне. Мы также можем посмотреть данные по временным интервалам. Здесь выведем данные по Финляндии. Женщины 30 до 64 лет. И если посмотреть на годичный интервал, только 15% женщин прошли тест. Но если... С всей целевой популяции. Но если расширить временной интервал до 10,5 лет, мы видим, что порядка 20% женщин не тестировались за последние 10 лет. Также мы можем посмотреть на различия по разным возрастным группам. И здесь, если взять Финляндию как пример, есть определенные возрастные группы, например, 16-19, 20-24 года и 25-29 лет, которые не включены в официальные рекомендации для скрининга. Если сравнить эти данные, например, с Норвегией, можно увидеть, что эти цифры несколько выше. Но мы смотрим, опять же, на интервал в один год. Если возьмем интервал в 5,5 лет, мы увидим картинку чуть более четкую, по каким возрастным группам тестирование не проводилось. Видите, 20-24 года, охват всего лишь 24%, тогда как в старших группах охват превышает 65%. Если сгруппировать по методу тестирования, например, в Финляндии, мы видим, что в основном используется цитологический метод. И в ВПЧ-тест сейчас его частота медленно растет. А если посмотрите на интенсивность тестирования, сейчас загружается страница. Особенно если мы смотрим на распределение по возрастам, распределение тестирования по возрастам, например, для Швеции. И давайте возьмем последний год, да, 18-й год, просто только данные за последний год. В интервале за последние 5,5 лет. С тем, чтобы понять, сколько тестов проходила женщина. Если посмотрим возраст 22 года, практически ни одна женщина не тестировалась. И охват тестированием увеличивается очень быстро и затем снижается после, скажем так, 60-ти лет. Но вот, например, среди женщин 28 лет практически 8% из них прошли более 4-х тестов за последние 5,5 лет. И давайте посмотрим на результаты тестов. Итак, сейчас мы видим три разных индикатора. Любой положительный тест. То есть это так, что означает, что это может быть, тестирование по Папа Николау, должно быть не менее второго и степени, либо ВПЧ+, либо АСКЮС, либо ЛСИЛ, либо другие четко положительные результаты. Итак, что мы видим здесь? Что в большинстве стран имеется рост, особенно резкий рост в Исландии практически на 12% по положительным тестам. И в Исландии было дано, Исландия предоставила определенное объяснение этого, возможно, связанное с тем тестом, который используется. И они агрессивно помещали результаты тестирования в систему, скажем так, сортировки с тем, чтобы более агрессивно, с тем, чтобы решать, что делать дальше с такими пациентками, если результаты были недостаточно ясными. Показатели положительного теста в большинстве стран находятся в диапазоне от 5 до 8%. Но если посмотреть на четко положительные результаты, то есть здесь мы видим различные результаты, в частности это данные по Папа Николаеву, то есть находятся в районе 1%, а в Финляндии менее 1%, а в 2018 году были 0,73%, тогда как в Эстонии они были на уровне 1,8%, в других странах на уровне 1%. И давайте посмотрим на сортировку по распределению по методу тестирования. И здесь мы видим данные по Норвегии. И за эти годы в этой возрастной группе ВПЧ-тест был положительным в 7% случаев, тогда как цитология была положительной в районе 5% случаев. Посмотрим на Финляндию, примерно одинаковые результаты, 5%, 8%, практически одинаково. И далее Швеция, да, то же самое, получается 5,9%. Есть различия, можно посмотреть на различия по возрастным группам. Для Финляндии, если посмотреть на любой, если мы возьмем любой метод тестирования в ВПЧ-лицетологии, мы видим такой возрастной градиент, и он такой, не настолько резкий. А если посмотреть на результаты по ВПЧ, мы видим, что более молодые женщины, в частности, 33-34 лет, у них показатель положительного теста порядка 16,5%, что похоже и на данные Швеции, 16,4%. В Норвегии несколько меньше цифры, но причина в том, что они начали проводить ВПЧ-скрининг возле 34-х лет, то есть эта возрастная группа, на самом деле, включает только, в основном только женщин 33-34 лет, а также есть некоторые индикаторы по качеству данных, и они показывают, какой процент результатов тестов был, скажем так, неудовлетворительного качества. Видео достаточно низкие здесь, менее 2% по всем странам, несколько выше он был в Норвегии. Это численно объясняется тем фактом, что у нас, мы вынуждены были использовать комбинирование данных теста, и все тесты были проведены в пределах 90 дней. От первого теста они были, они сводились, как, рассматривались, как один на пять лет, если бы тест был, его качество было неудовлетворительным, то, соответственно, проводилось в течение 90 дней повторный тест, и мы, соответственно, принимали во внимание только худший результат, но было несколько, очень небольшой процент случаев отсутствующих результатов теста, менее процента, менее даже, кроме Эстонии, поскольку большинство результатов теста вот здесь они отсутствуют. И это то демо, которое я хотел показать, и давайте, собственно, перейдем непосредственно к слайдам. Если рассказать о тех планах, которые у нас имеются, мы в настоящий момент планируем написать вторую работу по результатам тестирования, и далее третья работа, третья публикация будет касаться расширения этих анализов на диагностические верификации, то есть гистологические данные, которые были получены после биопсии во время кольпоскопии, и, соответственно, мы покажем о том, что происходит в рамках такого, ну что ли, алгоритма скринга. Мы также связываем первичные тесты данные с гистологией, что позволяет проводить анализы, сравнение комплайнса с направленной кольпоскопией. Мы также хотим посмотреть на показатели выявления рака НСИТа 2+, в различных возрастных группах, в различные годы, и также мы хотим получить расчет положительной прогностической ценности. И такой же подход по созданию индикаторов может использоваться в других странах, в других популяционных скринговых программах. Его можно использовать, например, для таких программ, как рак молочной железы или калоректальный рак во всех, собственно, северных странах. И это, собственно, командная работа, как вы понимаете. И я хотел бы высказать признательность всем партнерам, участникам этого проекта, это национальные онко- или скринговые регистры, и финский онкорегистр отвечает за управление и научную работу в этом проекте, тогда как Карлининский институт, он в основном отвечает за технические аспекты этой платформы. И также у нас имеются национальные партнеры, с которыми мы сотрудничаем в каждой из стран, и Союз северных стран представил нам, собственно, соответствующее финансирование. Большое спасибо за ваше внимание, и я готов ответить на вопросы и поучаствовать в дискуссии. Спасибо. 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 Спасибо.